здравствуйте мастер приветствую такой вопрос какова природа желаний природа желаний это способность привязаться к приятному и бежать от неприятного опять же мы приходим к тому что есть пять органов чувств которые фактически реагируют на внешние обстоятельства и человек формирует свое сознание свой ум правильнее сказать на основе того что на основании того что он чувствует и делает выводы существуют ли методы и техники исполнения желаний конечно существует и самый главный метод это ваше сознание которое обладает силой концентрации это не волшебная палочка гарри поттер это сознание которое обладает силой концентрации и на фоне этой силы концентрации возникает желание она возникает изначально что у вас есть желание достичь чего-то но вы применяете силу концентрации и тогда кристаллизуете процесс. Можно чуть-чуть подробнее о том, каков алгоритм исполнения желаний? Алгоритма как такового нет, потому что сознание, оно очень объемно, и это не математика. Но, тем не менее, вы можете использовать силу концентрации, которая формирует этот объект или это событие в пространстве. При этом вы применяете ту мыслеформу, вы используете ту причинную силу, энергию причинного плана, который формирует мыслеформу, и все это вы контролируете силой концентрации, удерживаете в образе или в сознании своем, и потом постепенно вы доводите до астрального и эфирного плана эту идею, которая формируется уже как мыслеформа, астральная форма, эфирная часть более проявлена и кристаллизуется в физическом мире. Почему после того, как какое-либо желание исполнено, человек перестает чувствовать удовлетворение? Потому что это желание реализовано на уровне его эгоистического плана, и эго никогда не будет довольным, оно сразу хочет нечто другого. У вас есть одна машина, вы были счастливы, получите ее, получив сразу хотите другую. Это называется ненасытность, жадность — это определенные качества низшего плана сознания. Но, проще говоря, это эгоистические желания, которые не заканчиваются, и поэтому Сатя Сайбаба говорит о потолке желаний, где выше чего лучше не подниматься, иначе это захватит полностью все сознание, и человек погибнет, как личность, как сущность. Если постоянно удовлетворять возникающие желания, в результате получается их не становится меньше, становится больше, и человек таким образом теряет себя? Он даже не имеет возможности обрести себя, потому что у него нет времени, все время уходит на реализацию желаний. Это первый момент. И самый важный момент, даже если бы у него было время обрести себя, желание делает его более грубым и материальным. Они уплотняют его материальное тело на уровне желаний, и он застревает между телесным и астральным планом. Астральный план — это мир желаний. Фактически эти желания становятся все более и более проявлены физически в теле, и тело начинает, как сознание тела, начинает руководить процессом души. И такой человек попадает в материальность абсолютно, он становится замотеризованным. Душа вынуждена терпеть все это, в конечном итоге она тоже становится более материально выраженной. И это называется погибель души. Потому что она забывает, начинает забывать свою тонкую духовную природу. Как же распознать этот потолок? Ведь мы живем в мире, в котором огромное количество соблазнов. И сама возможность у нас желать и возможность достигать эти желания, она провоцирует нас действовать ради этих желаний. Ну, прежде всего, нужно понять, может быть, на примере кого-то или на примере своем, какова цель жизни и к чему приводит постоянная реализация этих желаний. Желания не заканчиваются, действительно. Но, тем не менее, их надо реализовать. Те, которые желания есть, желательно от них избавиться. Есть два варианта избавления. Реализация и больше не подпускание к себе этих желаний. Ну, то есть, пресекание, пресечение. А второй вариант сразу, пресечение на фоне понимания того, что они не являются важным в этой жизни. Когда приходит смерть, все желания исчезают. Когда приходит смерть, все те реакции или опыт, которые вы получали, все эти привязанности, все, что связано с реализацией этих желаний, сиюминутная радость, так скажем, да, мимолетная радость, непостоянная, неприходящая. Существует понятие неприходящей радости, его надо достичь. А вся остальная радость – это приходящая. Вот, когда приходит смерть, все ваши достижения, они исчезают. Нужно понять, что, когда приходит смерть, когда придет смерть, вы останетесь кем-то, должны будете остаться кем-то или чем-то. Но, если человек будет жить только в реализации этих желаний, он ничего не достигнет. Это первый момент. Второй момент – как понять, каким образом взять под контроль желания. Йоги начинают с концентрации на пяти органах чувств и через знания, которые есть, принципы ведические, да, ведические знания, берут под контроль и понимая философию, на основании того, к какой цели они движутся, они выстраивают свой путь таким образом, чтобы ненужные желания были отброшены. То есть, этот человек входит в аскезу специально, а те желания, которые необходимы для реализации его высокого пути, они остаются. То есть, принципы яма-нияма в йоге существует. А чтобы взять под контроль принципы яма-нияма, нужно исполнить работу с телом и отключение пяти органов чувств – это протяхара. Протяхара достигается через пранаяму. То есть, фактически, желание – это следствие работы пяти органов чувств? Ну, конечно. Вы привязались к мороженому, однажды вы его попробовали. А если человек никогда не пробовал мороженое, как он может привязаться к нему? А если ребенок родился вегетарианцем и никогда не пробовал мясо, как можно сказать, что ребенок хочет мясо, а вы ему не даете его? К примеру. Он не знает этого вкуса. На юге Африки есть одно растение, оно безумно вкусное. Плод этого растения безумно вкусный. Можешь прочувствовать это? Он очень удивительный. Он чем-то похож на клубнику, вместе с тем на вишню. Вот что-то среднее между этим. Но и даже это совсем не то. Доминирует это вкус манго в перемешку со смородиной, ну или с чем-то еще. Можешь ты это осознать для себя? Почувствовал, как вкусно? Что-то смог представить, но конкретно? Но есть еще горчинка. Но это все меняет. То есть мы опираемся на то, что мы когда-то знали, чувствовали и так далее, начинаем сравнивать. В итоге мы ни к чему не приходим. А такие желания у человека, как, например, рисовать, танцевать, сочинять музыку. Они возникают изнутри, как опыт прошлого. Ребенку не надо говорить, что ты должен приобрести желание рисовать. Он просто хочет рисовать. Потому что это память, это опыт прошлого. И в нем эта программа работает. Он начинает рисовать. До учиться играть лучше, рисовать лучше и так далее, человек может. И тогда это тоже записывается, как результат его духовного или творческого развития. Соответственно, он с ним будет жить и уйдет вместе с ним. А то, что мы приобретаем из внешнего мира, как пять органов чувств, как реакция, допустим, приятное, неприятное, оно формирует эго. На фоне этого формирования вы, конечно же, приобретаете определенные убеждения. Вы в этих убеждениях застреваете. И, соответственно, когда человек говорит, этого не может быть, он на что опирается? На то, что он в это не верит, потому что у него нет опыта такого. Если был бы опыт, он бы так не говорил. Поэтому, чтобы взять под контроль вот те аспекты желаний, вы должны понимать, для чего вы живете. А для чего мы живем, мы можем понять только из древних писаний, либо из внутреннего ощущения, что вы руководствуетесь каким-то внутренним таким мощным аспектом души, зовом души, что называется, и она вам не дает покоя, и вы ищете. И тогда возникает ищущий, искомая, и в итоге он обретает цель. Справедливо ли утверждение о том, что желания порождают страдания, или какие желания порождают страдания, а какие желания не порождают страдания? Ну, практически все желания порождают страдания, просто уровень переживаний этих страданий может быть разный. Есть духовные желания, которые в итоге тоже порождают страдания. Но, к примеру, один человек любит другого, а другой его не любит. Это же духовное желание, чтобы другой полюбил этого человека. Но человек не любит его, и он страдает из-за этого. Это уровень души, уровень привязанности на астральном, или духовном, или душевном уровне, пусть будет так. Когда кошки скрипут на душе, говорят, да. А есть страдания физические, и желание формирует физические страдания. Человек всю жизнь собирал на машину, а ее украли, он начинает страдать, потому что ее не нашли, допустим. Ну а желания, вроде как такие, как рисовать, танцевать, сочинять музыку, это же тоже желание, но по сути оно приносит удовлетворение и радость. Конечно, это при условии, что у вас есть возможность, а есть люди, у которых нет такой возможности. Ну, к примеру, человек хочет танцевать, а у него проблемы со здоровьем, он не может ходить. Но он был хорошим танцором, допустим, и он всю жизнь мечтал реализовать для себя, продолжить танцы, может быть, или начать танцевать, а он не может. Люди, которые сидят, на инвалидном кресле, к примеру, в инвалидном кресле, смотрят на тех, кто бегает, резвится, они по-своему страдают. Они, конечно, улыбаются и принимают этот мир, но они страдают. А вот почему они в этом кресле, это уже вопрос понимания законов кармы. В таком случае нужно ли отказываться от всех желаний и как это сделать? В конечном итоге лучше всего отказаться от желаний быть свободным, потому что настоящая свобода – это за пределами даже самого желания быть свободным. Когда у человека есть огромное желание войти в самадхи или получить освобождение, это самое большое желание, которое блокирует достижение его цели. Поэтому тот же Будда, многие другие святые и, в первую очередь, Сатя Саи, в моем, на моем опыте духовном, он говорил, избавляйтесь от желаний. Но это не значит, что вы не можете использовать что-то. Вы продолжаете есть, но вы свободны от привязанности к еде. Вам нравится какой-то продукт, в этом ничего плохого нет, но вы не страдаете из-за того, что его нет сейчас. Просто есть хорошо, нет еще лучше. Вот принцип такой. Тогда человек становится свободным. Он не страдает от того, что он сильно привязан и его начинает распирать от удовольствия, либо он начинает страдать излишне от недостатка чего-то. Он свободен во всех отношениях. Причем, эта свобода на уровне всех тел происходит. Йога – это тот путь, который позволяет быть свободным на уровне всех тел. Например, в ментальном плане вы достаточно свободны. Вы можете размышлять, вы оперируете какими-то терминами, у вас хорошее мышление, острый ум, но на астральном плане вы очень эмоциональны. И здесь есть уже зацепка. Здесь вы молодец, а здесь вы не контролируете. Либо наоборот. Человек может быть мягким, может быть даже любящим, но ранимым очень сильно. Либо физически слабым. То есть, это недостатки, недостаток работы с телами различными. Этим вопросом заведует йога. Ну, то есть нужно практиковать. Вот еще такой вопрос. Ну, вот как ничего не желать? Мы хотим множество вещей. Мы хотим есть, мы хотим спать, мы хотим гулять, мы хотим общаться со своими детьми, путешествовать и много чего еще. И это один из аспектов нашей жизни, когда мы приходим и что-то хотим и что-то делаем. Вот. Мы говорим о каком-то другом желании? О желании как привязанности или желание как реализации каких-то своих потребностей? Мы говорим о зацепке за результат или реализацию потребностей. Мы говорим о том, что человек страдает, если у него чего-то нет. Мы говорим о том, что всю свою жизнь человек собирает на новый холодильник и потом умирает, не прожив эту жизнь. Мы Мы говорим о том, что он неправильно относится к себе и к этой жизни, стремясь реализовать желание. Желание – это то, что уводит его от самого себя. А если человек занимается саморазвитием, работает над собой, помогает, служит этому миру и так далее, при этом использует вещи, еду, которая необходима для того, чтобы он существовал, но при этом он свободен от того, что он ест и от того, в чем он вынужден ходить или что-то использует, тогда этот человек свободнее, чем любой другой. Когда у людей нет машины, они спокойно живут себе, не мечтают об этом. Но есть люди, которые мечтают об этом и мечтают настолько сильно, что эти желания закрывают ему сознание, и он только об этом и думает. Конечно, можно оправдать это действие и сказать, я думаю, чтобы это кристаллизовалось, но есть привязанность. И когда есть привязанность, кристаллизация не происходит, а возникают страдания. Вообще весь этот мир устроен таким образом, чтобы снова и снова выкачивать энергию страданий, эмоциональный план человека, выкачивать. Таким образом человек стареет, он увядает и он никак не может вернуться к самому себе. Если он будет реализовать все свои желания, обязательно он будет страдать, а значит, он не сможет реализовать себя, не сможет быть свободным, и ему придется снова инкарнировать, чтобы реализовать свое нереализованное желание. Вот что. Акцент нужно расставить не на том, что мы имеем желания, которые естественны для нас, это сон, допустим, еда, ну и так далее, общение какое-то, а на том, что мы страдаем, если этого нет. А бывает, что мы страдаем, когда это есть. Хорошая еда поел, отравился почему-то. И происходит страдание, человека очищает организм, сознание очищает тело, ему неприятно. Вроде бы все было хорошо, но еда оказалась неподходящей. Хорошая еда, которая нравится, нельзя. Вот тоже страдание формы, то есть две крайности. Существует множество различных книг, учений, направлений целых. Как реализовать желание достигнуть там того-то или другого, то есть каких-то своих целей. Вот. И даются определенные методологии. Можете прокомментировать, насколько они рабочие? Ну, или дать свою какую-то рекомендацию, чтобы... Моя рекомендация – это то, когда человек должен стремиться к самому себе. Те методологии, которые существуют на сегодняшний день – это уловка внешнего мира, который создает некие концепции, из-за которых люди живут. Более того, это все оправдывается. Я не говорю, что человек не имеет права на реализацию желаний. Он имеет право. Но я говорю о том, что он должен быть свободен от этого всего, если этого нет. И не должен страдать тогда, когда у него исчезнет то, к чему он был сильно привязан. Вот. И касательно всех этих методологий, эта работа на психоэмоциональном уровне и эта работа на телесном уровне сознания происходит. Людям даются какие-то технологии для того, чтобы фактически он занимался только тем, что ему интересно. Интересно его эго. Но как насчет души тогда? Где развитие? Ничего плохого нет в том, если он реализует свое желание, используя какую-то методику, которая поможет ему подняться, сделать его более совершенным. Это хороший метод. Допустим, интеллектуальные игры, к примеру, развитие. Как правильно изучать языки, в общем-то. Как быстро обучаться чему-либо. В конце концов, просто занятие йогой. Это же тоже методология для развития. И в йоге есть концепции, где можно реализовать желания. Йога-тантра и занимается тем, чтобы создать, скажем, базовый такой принцип знаний, позволяющий человеку реализовать желания. Но для чего? Для того, чтобы он стал свободней. С появлением стиральной машинки, у людей стало больше времени. Два часа машинка стирает, человек может два часа заниматься чем-то, что его развивает. Ну, а раньше люди стирали по два, по три часа в день. То есть, это время, быт. Он засасывает. Но я не сторонник тех направлений, которые даются сейчас людям, как какая-то приманка для того, чтобы он застрял в материальном мире. Вот об этом речь. Касательно правдивости работы этих технологий или методов, я сейчас не могу сказать, потому что это надо конкретно смотреть каждый. Но в целом, чтобы реализовать желание, нужно иметь, я уже говорил как-то, силу концентрации и знать способы, трансформирующие сознание, либо обладая силой концентрации, то есть, психическая энергия. Направить эту мыслеформу в нужное направление и так, чтобы она реализовала себя. И есть несколько еще таких, скажем, пунктов, которые нужно уметь исполнять. И тогда все это произойдет. Это магия. Процесс, скажем, реализации своего желания связан с материализацией желания. И мы в йоге это называем магическим проектированием. Ну, когда я говорю о магическом проектировании, я говорю о мистическом способе трансформации или преобразовании, достижении того, что ты хочешь. Но, как правило, мастера или духовные лидеры, они не желают этого всего. У них нет таких желаний. Они отходят от желаний, потому что свобода от известного возможна только тогда, когда ты свободен от известного. Тогда, когда ты свободен от желаний. Принцип, я уже говорил, для меня был важен есть что-то в моей жизни. Это хорошо. Если нет, значит, это не нужно. И даже лучше, потому что ты свободен. Спасибо, мастер.